Два дня назад произошло очень важное событие в культурной жизни России, а именно некий Юрий Мельнер. Он объявил о том, что он создает новую премию по физике, которая каждому из них состоит, каждому человеку будет даваться по 3 миллиона долларов за раз. Значит, 3 миллиона долларов – это очень большая сумма, потому что Нобелевская премия – это иногда меньше, иногда больше миллиона долларов, которые обычно на трех. Здесь же будет даваться одному человеку. Самое смешное, что два дня назад список этих лауреатов был составлен, и 9 человек получили уже по 3 миллиона долларов. То есть он потратил на это 20 миллионов долларов. По-моему, выступивающая наглость, когда можно было, например, пройти и купить игрока среднего европейского уровня для команды «Зенит» за эти деньги, а он 20-80-20 миллионов долларов потратил на какие-то физики. Притом из них только 3, как бы, из России, хотя никто из России не работает. В общем, очень важно… Это у нас, собственно, международное? Международное, да. Он фонд, который основал он, ну, на российский миллиардер, я сейчас немножко о нем расскажу, кто он такой. Он основал фонд, который, по-моему, зарегистрирован все-таки в Америке, а не в России. И, тем не менее, его партнер, по этому просуждению, известный всем Вайнберг, который Вайнберг-Салан. Да, Вайнберг-Салан, который теорию слабых взаимодействий в своих миллиардов, да? Вот они это сделали. Но я, прежде чем, хочу… Значит, у нас, как бы, связи с этим будет 2-3 темы. Тема первая – физическая, чтобы можно было поанализировать, за что теперь дают большие премии. Это просто понятие, что у нас является мистерином, да? Обсудить этот вопрос. Второе – реакция русского сообщества, то есть культурной среде на эту премию. Да, и третий – это достаточно важный вопрос. А как вообще при помощи премии нужно управлять развитием общества и развитием науки, в частности, да? Значит, самое первое, что хочется об этом сказать – кто такой Миллер? Миллер, он родился в 61-м году и закончил по теоретической физике, не знаю, именно конкретно какую кафедру МГУ. После этого ехал в Америку, понял, что не физик, поступил в бизнес-школу какую-то, закончил ее, приехал в начале 90-х в Россию и сделал хорошую храньеру в структуре банка «Минотеп», то есть у Ходорковского, что я видел. Да, возглавлял какую, по-моему, Альянс «Минотеп» называлась такая, был генеральным директором ее где-то. Ну, избежал их судьбы общей, то есть лукавички он нигде не стал шить почему-то. Вместо этого он, имеющиеся у него деньги, вложил в такие важные вещи, как «Мэйлоу», он является, собственно, «Мэйлоу». Он является одним из крупнейших, к тому же, акционеров Фейсбука. То есть человек очень продвинутый, он вложил заработанные, как и странным образом, деньги в структурах «Минотепа» в блондорастущие российские интернет-компании. Или не российские, а Фейсбука же не российская. Хотя у него там только 11% акций, то есть про него можно сказать, что она отчасти и российская. В общем, я видел его интервью, когда-то узнали эксперт, он верующий евдей, по всему прочему. Его ближайший сейчас партнер – это Алишер Усманов. То есть Алишер Усманов вкладывает деньги в арсенал, в футбольную группу, а этот почему-то решал я играть в физике. И вот он создал вот такую вот принципиальную стерею. Одно из требований экономический кремль, чтобы эффекты, которые были предсказаны, они подтверждались. Поэтому люди пишут, как плохо дело происходит в мире. Мы что-то придумали, ждем, 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 ждем. Они все не подтверждают, что это подтверждается. А я уже стараюсь выбирать продайки экономистского тренера. Здесь, если человек что-то придумал, это признанно научным сообществом, то тебе сразу же могут дать вот это 3 миллиона долларов. Как это будет дальше происходить? Дальше будет 2 человека. Один молодой, другой постарше. Им тоже будут давать по 3 миллиона. Кто будет решать? А будут решать Мельнер, Вайнберг и вот эти 9-м нынешних главных. Это уж тоже старик предстоит. Ну, тем не менее, я думаю, он может решать, как это сделано. Значит, наиболее поразительный эффект, который я видел, то, что на нее наше сетевое и электронные средства массовой информации не отреагировали это никак. Не появилось ни постов, ничего. Разборажная вещь. Не то футболиста бы купили, а всем сообщили, что Зенит бы купил за 27 миллионов. А здесь вообще никак никто не отреагировал. Ну, вообще просто никакой реакции. Ни в логосфере, например, я Фонтанку прочитаю в блоге, ни в блоге, ни что-либо еще. Откуда я узнал, как ни странно, от Юлии Латыниной. Она в новой газете написала статью, по-моему, в новой газете, да? Как вот так? За физику дали премию. Это хорошо. И она объясняет этот эффект, почему на это дело никак не реагирует. Она говорит, что нормальные люди, они едят, спят, выкупляются, занимаются всякой фигнёй, ходят по магазинам. И потому что 90% времени, а 10% может чем-то заниматься. А большинство народу вообще ничего не занимается, только вот занимаются всякой фигнёй. И средства массовой информации, которые заинтересованы при увлечении клиентов, выгодно обсуждать именно то, вот эту самую фигню. Ну, потому что именно её и надо. Как ты можешь объяснить там суперструнную какую-нибудь эволюцию? Ты не можешь её. Именно поэтому средства массовой информации это игнорируют. Но, тем не менее, вот то, что я себе распечатал, то, что сделал. Это взят из газеты 740 русскоязычной. То есть, подразделение русскоязычного интернета, его еврейское подразделение, то есть газета 740, публиковала подробную аннотацию. Действительно, здесь много евреев. Действительно, если не них. Нет специальных печать, я это зачитывать не буду, кто из них кто. Но, тем не менее, она на это дело реагировала. А то, что вся наше общество, благосфера, электронные средства массовой информации отнеслись к этому с таким принадлежением, то есть не отнеслись к этому никак, ну, просто на это не делали. Ну, там какой-то там ресурс, скажем там, однако, в России остаётся холея, потому что вы любите там рассказывать, что у нас новую пушку сделали, новый танк, или там миномёт. Семь сорок. Семь сорок? Семь сорок. Вот. Видишь, как всё совпало, как повсюду мистика. То они на это дело опять не отреагировали. Может, потому что он является аминным, ближайшим поддельником Ходоковского, или что-то. А может, просто народ привык к этому, что не стоит интересоваться такими вещами. Но когда, замечая, например, Латынина, молодой человек видит, что вопросы физики не обсуждаются, то есть он думает, что это нечто совершенно неважное, никогда не выбирает себе такой профессии. Ну, только, Игорь, можешь нам сказать, когда человек выбирает профессию, он такие подобные распределения вообще в расчёт не принимает, поскольку они даже в голову не приют. Ну вот, поскольку о физике никто не говорит, и в голову не придёт выбрать такую профессию, допустим. Ну, раз они не говорят. Ну, знаешь, это вот такая... Да, вспомните в советское время физики и лирики там и прочее. Ну, что-то было. Попытались искусственно это создать. И я говорю, что это удивительно, что полностью на такое важное событие, казалось бы, 27 миллионов долларов, только что в ту неделю, наш девяти человек поразбтёк, что три человека из них выкатся из России. Три. То есть одна треть. Вот в Олимпиадах мы там три медали взяли, а здесь из девяти... А с помощью сообщения в том, что это обидно, что ты там не вошёл, что ли, как бы мог бы заниматься физикой, и, глядишь, сейчас будет среди девяти. Или что? В общем смысл? Что может? Ну, кто-то кому-то дал деньги. И что? В общем смысл пропагандии. В смысле пропагандии... Пропагандии того, чтобы физикам деньги давать, что? В чем смысл? Физика подавать, а то, что... Ты думаешь, от этого физика вот это двинется, что если физикам давать деньги? Нет. Что просто у тебя произошло некое событие. И это событие может быть либо общественно значимым, либо общественно незначимым. Это событие оказалось для нас не России, а общественно не значимым. Да. Вот, например, как говорится в интернете написано, что там сын Медведева поступил под МГУ, там где-то... МГИМО. Куда-то в этот... Международных отношениях. Да. На международную экономику. Да. А почему? Почему? Почему не на физику, например? Не то, что... Это другой вопрос. Ну, все равно. Важно, что то, что сын Медведева поступил в ДЬМО, то, что является событием и является общественным... Ну, да. О том, что появилось новое премио, в Тераза больше нобелевки. По вдовольным и физикам, которые будут дать, что он придется, которые... Российский элегатор Юрий Мильдин, владелец популярных сервисов, каким как он, я думаю, придумал и создал, и не является ни сколько общественно значимым, они являются событиями. Это факт, к которому просто удивительно относиться. То есть, на мой взгляд, учитывается то, что у нас они еще гораздо хуже, чем кажутся все. Да, Нобелевская премия тоже не имеет такого большого ажиотажа? Не пишут, что называют там, назначенные... Нет, Нобелевская премия имеет ажиотажа. Она, наверное, настолько... Ну, да, если бы на премию мира дают, то это всегда является очень... Да, там, сразу в новостях, ты, по-моему, в той же Нобелевской премии вот это вот назначение Нобелевской премии, там ищут жареных факторов, а не того, что это физика, а не то, что это отмечает, что там какие-то проблемы, потому что они дали, это вот эти дали, этого там удивили, то есть, проблемы не в том, что Нобелевская премия, а в том, что это в том, что какая-то проблема чего-то жареного по большому счету. Нет, конечно же, она общепризнана, все понимают, что это круто, что заниматься наукой этого. Ну, есть, но не такое большое значение. Конечно же, это событие действительно... Человек, что называется, готов давать денег на науку, Да, конечно же, это удивительно. Причем наш человек. Да. И там наши кандидаты трое. То есть, это тоже немаловажный факт, потому что Северной премии, Северной премии, там вообще наших нет. Никогда-то, да. Практически. Ну, да, варианты. Варианты. Это, конечно, большое значение, действительно, для России. Я реально элигарх не купил Челси, не построил себе новую яхту, а придумал вот такое вот событие. Это необыкновенно должно быть общественно значимым. Вообще не является общественно значимым. Может быть, Олимпиада затмила, так сказать, это событие? Не знаю. Вообще, это и вызов Нобелю тут тоже как бы. Да, и вызов Нобелю. Это самая, сегодняшняя, самая дорогая, как минимум, премия, самая большая. Среди любых научных. Потому как у нее нету. Ну, насколько она приживется все-таки. Ну, посмотрим. Приживется, нужно или не нужно. Это я тоже позже буду обсуждать. То есть, по крайней мере, существует ситуация некоторого пафоса, на котором тоже находится латыни на ногове. Как? Никто этого не заметил. Никто об этом не говорил. Мальчик не становится физикой. Это ее позиция, потому что она плохо понимает, за что эти премии донались. За то, какой результат вызывает то, что он полипицам, которые в нашем этом видео, там по 30 миллионов, что вот медведи плавятся, а Путин приехал на матч с дзюдо. То есть, вот, ребята, давайте становитесь дзюдоистами. Как я. Ну, самыми, там, не знаю, кем угодно. Да, а латынина, именно поэтому совершенно правильно замечается. Сколько ты в бассейне не плаваешь, все равно рыба плавит быстрее. Сколько ты не бегаешь, все равно лошадь, а то и корова, бежит быстрее тебя. Человек отличает всех животных одним вещем, интеллектом. Поэтому премии надо отдавать именно за то, чего от всех отличается, за высокий интеллект. А не пытаться стать дзюдоистом. Сколько они сделают, у тебя окошко, то есть, с дзюдо, если 18 килограмм, он делает, как нифиг делай. Сколько ты дзюдо не занимаешься. А как же идеи гармоничного человека? Ну, так будто не сидеть мозги. Ну, что, там, уже такие люди такие, просто представляешь собой живые мозги. А как же красота человека там? А как же красота как бы... Да нет, я с тобой полностью согласен, что наши чемпионы по дзюдо очень красивые люди, а женщины, которые стали алипийскими чемпионами по штанге, они как все, как одна, гармонично развитые и очень красивые. Дело в том, что человечество должно развиваться в разных направлениях, а не гипертрофированного в одном. И то, что его как бы пускай кто-то занимается там, кто-то думает, кто-то занимается наукой, а кто-то пускай занимается спортом. Почему нет? Вопрос идет поддержки государства. Есть соразмерная поддержка государства, допустим, спортсменов и ученых. Хотя должно быть все наоборот казаться, так как я считаю, имея место быть. Я понимаю, что, на самом деле, ценность науки, она же тоже преувеличена. В каком-то смысле физика, который, современный физик, это своего рода тоже богословие. В большей степени они просто пересекают на верность, чем занимаются наукой. Ну, так и впечатление становится. Ну, ладно. То есть, вот, понятно, да, позиция. То есть, вот у латыни такой гордый патус. А теперь я предлагаю посмотреть, за что это время давалось, и где эту штуку мне примерно проанализировать. Я буду его зачитывать примерно так. Значит, мимо Акадий Хаммит. За разработку оригинальных подходов к решению ряда сдач физики элементарной частиц, включая гипотезы в дополнительных измерениях, природу вазона Хиггса, суперсимметричные расширения стандартной модели, теории темной материи, а также разработку математического аппарата пройдут рассеянных калибровочной вероятности. Вот я вот так зачитал, на самый большой текст всех которых есть. Значит, смотрите, что здесь есть. Раз здесь есть суперсимметричное расширение стандартной модели, то, скорее всего, мы имеем дела с одной из видов теории струн. Что такое теория струн? Теория струн, она основана на следующем замечательном факте, что когда была построена в некоторых общих чертах теория сильного взаимодействия, мы все знаем, что взаимодействие у нас как бы 4 слабая, сильная, электромагнитная, гравитационная. Была построена. Там люди обратили внимание, что они там не сделают фигурируют вот такие функции. Так называемая функция b от x от 0 до 1 t x минус 1 на 1 минус t на y минус 1 по dt. Вот такая функция она вырегулирует. Когда люди на это дело обратили внимание напряженно, они вспомнили, что впервые эти функции появились для писания всевозможных колебаний тулу. Вот у вас такая поверхность, там струна написана, и вот рука она заколебалась. Как-то вот так. И они сразу же сказали, о, так у нас все эта штука может быть в струнной теории всевозможных. И начали придумывать, что каждая элементарная частица это какая-то струна, колебание какой-то струны. Либо замкнуты круглые, либо просто кусочка такого, они так колеблются. Это как бы теория струн. Появилось это, страшно сказать, раньше, чем я родился, в 1968 году. И с той поры люди за этим вещью занимаются. Более того, я бы уже многократно говорил, что если в Америке ты будешь пытаться заниматься фундаментальной физикой, строить единую теорию вещества какую-то, и это не будет одна из одной лицей теории струн, то ты физикой больше никогда заниматься не будешь. Семья твоя будет голодать, тебе лишат права на работу, ты получишь степень, не будешь получать никаких ликантов. Ее особенность, в чем здесь состоит, в рельсе этой теории струн, в том, что вот эти самые колебания, они приходят необязательно в 3-4-мерном размере. Они, значит, придумывают, что там есть какие-то, ну, там два варианта есть. Одна из них состоит, что как бы эти дополнительные измерения сжаты в точку, а вторая состоит, что мы живем в таком мире, но там посередине 4-мерный лист пространства Менковского проходим, и мы как бы на нем живем, а все, что там происходит, остальное не видят. Это вот теория, как бы, такой, получается, мультимировости, наверное, мира, так ее можно назвать, но они тоже сегодня будут сказаны. Мультимировость? Ну, не знаю, может, мультимировость, может, мультиразмирность. В чем прелесть подобного подхода? Если у вас возникли какие-то проблемы, связанные с применением теории струн в практике, то тогда мы можем очень просто расширить, добавили еще одно измерение. На сегодняшний день ребята дошли до 26 измерений. Сгромные 26 измерений. Когда я это слышу, я вспоминаю наши любимые эпициклы. Вы помните, что Солнце вращалось вокруг Земли, допустим, да? Точнее, планеты все вращались вокруг Земли, таким образом, да? По окружности. Но чтобы это дело описать, они еще охоженность сделали. Потом здесь еще охоженность сделали. И так далее. И эти охоженности платы бесконечности. Вот сейчас в наших эпициклах, говорю, что некоторые базонные теории струн, они имеют 26 измерений. И это дело длится вот уже 150 лет. Эту штучку живут, живут, живут булочку. Заживали уже до невозможности. Кто в первую суперструну там? Поменять они ее. Кто-то приложил. Кто-то приложил. Я не помню всех этих народов. Просто улья Собор. Кто-то, кто-то. Их очень много. Сотни людей сразу же начинать этим вопросом заниматься, когда-то у вас опыт созданное. Что здесь еще очень важно? Есть еще такое понятие суперсиметрия. Чтобы было понятно, о чем там речь идет. У нас, вы же знаете, что все базонные частицы и фермионы. То есть частицы с целым спином и с полуцелым спином. С полуцелым это фермионы, так называемое вещество. А с целым, это у нас базоны, так называемое поле. А суперсиметрия, она говорит, что в рамках некоторого дополнительного подхода к струной теории, так называемой суперструн, у вас все базоны и все фермионы могут друг друга переходить и между ними с собой связаны. Но происходит это и считается на очень высоких энергиях. Но тогда они могут отличаться спином между собой только, а все остальное должно быть одно и то же. Например, у них общая масса. Но на практике оказалось, что это не так. Что у нас любому фермиону совершенно нет парного ему базона. И наоборот. Нет. То есть фермионы придумали ситуацию нарушения этого принципа. Они придумали, что масса у них могут сильно различаться. И тогда задача состоит, что в каком фермиону, в каком базону найти его дуальную частицу. Вот этому, реально для этого был построен большой антронный коллайдер. Базон Хиггса это как бы одно из дополнительных вещей. Но главное это найти симметричную штруму. В настоящий момент этого тоже не сделали. Более того, эксперимент показал, что суперструнная теора в такой наивной формулировке, поскольку она предсказывала при энергиях большого антронного коллайдера достижимых, предсказывала, что там важны какие-то дуалы такие возникать. бозоны, связанные с фермионом. Такие пары церквей. Вот это понятно, да? Это если все частицы струны, то и бозоны и фермионы все одинаковые. Бозоны и фермионы, да. Одно из важных вещей, что ты при помощи этих вещей можешь описывать. Передначально у тебя струнная теория была сформулирована только для бозонов. Да? Ну, по-моему, да. Ну, вот такая штука. Но это вот то, что надо общие некоторые слова понимать. То есть я еще раз повторяю, что этой теории уже скоро 50 лет. В ней существует ряд проблем. Одна из них связана с неподтверждением ее на большом антронном коллайдере. Ну, она же все просто. Мы захотели еще одно измерение, добавим или что-нибудь там еще такое. И существует еще так называемая проблема ландшафта. Она состоит, что количество параметров, которые используются в струнной теории, настолько велико, что практически любое благословение найдено на эксперимент, мы можем подогнать под эту теорию. Ну, это еще что-нибудь еще такое, забабах, либо еще одно измерение, либо еще что-то. Ясно? Что про это? Поэтому, когда мы говорим об этом, значит, мы видим, что... Так это же означает, что теория нефальсифицируема. Да. А значит, она не научна. Да, да. А я о чем? Да, вот это правильное замечание. Это означает, что эта теория нефальсифицируема, значит, она не научна. Теперь мы смотрим, что этот парень, Нима Арканья Хаммед, получил за производу бозона Хельсона. Нима Арканья Хаммед. Значит, под некоторых данными фрельского происхождения написано. Ходил себе в США, в семью иммигранта из Аляна. Это из Принскона на США он существует. Ну вот, такие. Значит, у меня суперсимметричные решения скандартной модели, то есть это то, о чем я вам рассказываю. То есть вот мы берем от первого парня, ставим его красным сверху, и видим, что человек занимался вот этой теорией струн, вот он. И плюс еще, поскольку немного сказано, да, теория струн, больше он ничем не занимался. Теперь второй человек, второй человек, Алан Гуд за изобретение инфляционной космологии и вклад в теорию генераторной флуктуации космологической плотности, возникающей из квантовой флуктуации в молодой Вселенной, а также за продолжающую работу по определению вероятности в постоянно расширяющем пространстве и времени. То есть это чувак, который берет общую теорию относительности и доводит ее до абсурда. То есть он берет и на этом мастополирует первую минуту возникновения Вселенной. Никаким образом подтвердить это нельзя и невозможно. Общая теория относительности – это удивительная теория, у них даже закон о сохранении энергии нету. У них нет ни одного эксперимента, но по сути один, который считает все способы смещения перегрева Меркурия. Больше у них никаких фактов не имеется. На красное смещение? На красное смещение может быть один способом определить, но гений. Еще ты еще скажи, есть это еще отклонение лучей в поле тяготения Солнца. Вот это эффект тоже, который можно определить при помощи того, что они проходящих солнечную корону, солнечные лучи, значит там испытывают индиозации. Ну вот. То есть по сути вот у нее такая вот перегрева Меркурия. То есть это вещь, которая основные законы физики в общей относительности не соблюдаются. А в ней, значит, соблюдаются что? Основные законы экономики. Да, основные законы экономики соблюдаются. Он еврейского происхождения? Да. Алан Хэрри Гуд ходит с ним в США, но есть на Севере. Правильно? Ну вот. Значит, второе смотрим. Значит я пишу, что это как бы вот-то. То есть теория, которая сложная, хитрая, красивая, к ней присобачивается квантовая механика, которого присобачивается, по большому счету нельзя это все понимают. Экатрополируется на первые минуты теории. Теория, человек занимался этим всю жизнь, чаще получил 3 миллиона долларов. Поехали. Третий, давай, человек. Алексей Китаев. За теоретическую депортию внедрения квантовой памяти и устойчивых квантовых вычислений с помощью топологических фаз с непарными майорановскими модами. Ни фига не понимаю. А квантовую память принимаю, а квантовые вычисления тоже понимаю. Что причем есть топологические фазы. Но для меня, как специалиста, важно, что здесь хоть и слово майорановский модуль подозрительно, что эта штука не имеет отношения ни к суперстонной теме, ни к общей теории относительности. Я почему-то хочу такие штуки, вот когда такие люди встречаются, поставить человека плюс. Это не крестик, это плюс. Четвертый. Максим Концевич. Это из Франции. Это очень известный математик. Российский. Очень известный. За обширный вклад вы исследовали на стыке современной теоретической физики и математики, поднявших их на новый уровень, включающих разработку гомоноприлической зеркальной симметрии и исследования явлений узлов пересечения стены. Это чистая математическая работа, не имеющая физики практически никакого отношения. То есть он как был математиком, так математиком и остался. В этой премии он уже не говорил, что это за физику. За физику. Это премия вообще в призывах забахаев. За физику. За физику. Здесь написано за обширный вклад в исследования на стыке современной теоретической физики и математики. Основной теоретической физики. По сути у математики. Ну там что-то можно наверняка найти. Вот это тоже русский парень. Как-то написано тут. Ну газета Семсовок, да? Годил сын Роскассини в еврейской семье. Вот. Андрей Линде. Опять наш парень. За развитие инфекционной космологии, включая теорию новой инфляции, бесконечной хаотической инфляции, теорию научных вселенных. А также за вклад в развитие механизмов квантовой стабилизации в теорию струн. Человек опять получает премию за теорию струн. Пятый человек. Вот здесь теория струн. Дальше. Хуан Майдасен. Известный очень человек, кстати. За разработку, связывающую гравитационную физику в пространстве и времени с квантовой теорией поля. Его работы показывают, что черные дыры могут существовать с квантовыми механизмами. Тем самым, разрешая парадокс информации о черной дыре. Его работы также проявляют след на существование необычных квантовых систем. В том числе, они на материю высокотемпературы и высокотемпературных сверхпроводников. Я не знаю, что там за учтение на материю высокотемпературных сверхпроводников. Я просто не знаю. Но здесь мы видим то же самое. Что он берет и пытается выкидыш общей теорией относительности. Черной дыре, которая не существует. Скорее всего. И про которую ничего сказать нельзя же не существует. Списать это с квантовыми механизмами. То есть эта работа тоже выполнена в подходе. Вот так. Шесть. Про черные дыры, это загон, что она существует. Конечно, существует. Общее принятое доказание, что черная дыра существует, не верна? Ну да. Никто не видел. Никто не видел. Никто не видел. Так и увидеть ее невозможно. Никто не видел. Ну нет экспериментальных свидетельств, подтверждающих существование черного дыра. Кроме того, что алливорды в теорике реабилитации Ньютона обычно не возникают. Седьмое. Натан Зайсберг за значительный вклад в наше понимание квантовой теории поля и теории Струнг в фундаментальные приложения физики и математики. Его точный анализ суперсимметричный квантовой поля привел к появлению нового более глубокого понимания и динамики. Опять теория Струнг. Восьмое. Ашуки Сен, Индия. За открытие поразительного свидетельства о дуализме слабых сил и взаимодействии в ряде суперсимметричных теорий Струнг, идей колебовочной энергетики. Его работы открыли только сознание того, что все теории Струнг это лишь различные уровни ни одной и той же фундаментальной теории. Понятно? Восьмое. Теория Струнг. Букву С ставит. Девятое. Последний. Напрягитесь, да? Эдор Туиттен. За вклад в развитие новых топологических подходов физики, моделей физики частиц, полученных из теории Струнг. Метод обрегистрации темной материи. Теория Струнг плюс опта, да? И твистерного подхода к оплетуте рассеянных систем. Только твистерный подход не знаю. А также развитие многочисленных приложений квантовой теории пони и математики. Известные американские физики. Что мы видим, исходя из этой штуки? Мы видим, что эти вещи, раз, два, три, четыре, пять, дано за теорию Суперстрона. Я пропустил. Концевич, он за что получил? Концевич получил за математику. Мне кажется, что именно. За обширный вклад в исследования на стыки современной теоретической физики и математики, поднявшие их на новый уровень, включающий разработку экологической зеркальной дистрии. Симметрии исследований и узлов пересечения стены. То есть он за чисто математические издачи получил. Понятно? Да? То есть, смотрите, что у нас получается. У нас есть более-менее спорная теория Отто, которая не имеет никакого... которые нарушаются основные принципы физики, известные для нас. Такие, как закон с хренилией, то есть закон с хренилией, в большом количестве парадоксов. И которые не имеют никакой экспериментальной юристической силы. Она ничего не подтверждает, никаких эффектов не предсказывает, ничего этого нет. У нас ровно такая же теория Суперструн, которая либо объясняет все, но при этом не предсказала ни одного нового эффекта. А там Глена Граничное делает, как в большом антиралном коллеге. Выяснилось, что она не могла представить. И таким образом у нас и все эти когорты народа, два человека чем-то занимаются. Чем-то занимается Алексей Китаев, про которого я говорил, выпускник МФТИ. Квант при памяти, устойчивый к квантовичнению. С помощью топологических фаз и памятных майорановских моделей. Это вот что-то такое. И Концевичка тоже как бы чистый математик. Мы видим, что 9 человек, а это 9 человек очень важно. Из них 7 человек, то есть подавляющее большинство, навязаны на Отто и на теорию Суперструнта. Это позволяет очередной разговаривать. Насколько пафос, люльный, латыни, он верный. Насколько здорово, что эти люди получили эти премии. Получается, что для меня выглядящий тупиковый путь развития физики, поскольку эта штука уже старше меня, я уже очень много человек. Ее все время живут, жуют. И ничего она не сделала, ничего она не предсказала, никаких результатов у нее новых нет, кроме забавной математической игры. Эти люди получают большую премию. И они теперь будут в дальнейшем определять развитие путем подтверждения премии сводящих поколений у ученых. Развитие физики. Если каким-то образом физики удаст из этого порочного, порочного Кога, Отто и Суперструнта вырваться, то всем вот их работам грош цена. Они им будут не стоить ничего. Их вообще не будет. Они никто. Я считаю, что вырвается. Поздно или рано. Очень приятно осознавать, что из девяти мудаков, которые получили по три миллиона рублей, ой, по три миллиона долларов. Два человека, которые получили не за откровенную фигню, а за счет отдельно, а оба русских. Ну, как прав, так один из резких семей, как написали эти семьсотки. Вот. Это приятно как бы осознавать. Кто определял Пендера? Сам Миннер и Вайнберг. Да, Вайнберг. Вот. Поэтому, как бы, мощная теория, что делает Энобелевская премия, она в состоянии генерировать некий мейстереновский подход, то есть основной базовый, и давить все остальные моды. Ну, это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо. А в чем здесь, что здесь может быть? Казалось бы, это ужас, кошмар и трагедия, вот то, что вот здесь буковка лица обозначенная вот тогда. Но, на самом деле, здесь есть и целый ряд позитивных моментов. Позитивный момент состоит в том, что, как ни странно, в России есть шанс. Вот вы обратите внимание, что все дано за изучение каких-то свойств, которые были очень давно, в первые секунды большого взрыва, либо которые находятся очень далеко, как космология-то возникает, либо по каких-то диких энергиях, которые нам не достижили. То есть все вот такое вот абстрактное. Такое ощущение, что все остальные теоретические физики просто нет. И они знают, что всего этого спектра остальных работ в данной науке не существует. Все уже известно. Да. А как бы это применить и создано для стимуляции подобных сомнительных вещей? Ну, не знаю, почему они сомнительные. Для всех этих ребят, я думаю, они совершенно не в этом не сомневаются. Просто было бы очень интересно с некоторыми из них, если бы они знали русский язык, поговорить на эту тему. Я думаю, что они очень хорошо знают определенные разделы математики, об очень простых вещах, партнер-механике и что-то еще. Вот все эти ребята по прямой молодому училищу. Они никогда не задумываются и не в состоянии задумываться. Потому что им ужас-то какой. Если они об этом задумываются, то и корней их рухнет. И вот это... Экспансия суперструн в России? Не экспансия суперструн, а наоборот. У нас как раз есть шансы. Что когда у тебя основная министероновская наука, в которой у нее снижается большое финансирование, находится под мощным прессом, под давлением. Вот всякие вот такие вот фигни. И по суперструн, и по общей теории относительности. Это означает, у нас при несомненно меньших деньгах какие-то есть шансы. Так а не будет похоже, что это наука, которая будет не в мейнстриме, а она будет просто ереси? Ну, наша наука, да. Конечно. Как ереси, допустим? Если какие-то, допустим, разработки в области той же самой физики твердого тела, которые имеют явные экспериментальные... Ну, например, эксперименты Козырева. Ну, это же ереси. А другие эксперименты, которые мы осуждали? Да. Мне говорят, что у нас же могут развиваться как бы вполне как бы... Ну, а Лагунов это и теорию это тяготение изложил, кто-то признал его? Ну, мало кто признал. Поэтому то, что это есть, она не стоит в мейнстриме. Потому что физика современная – это просто богословие. Довели их на науку. Ну, это не физика современная, а определенные ее, скажем так, разделы определенные. Допустим, до южей люди, где-то там, за графен люди получили Нобелевскую премию. Ну, реально... Ну, раньше тоже в богословии изучали, сколько там ангелов на ее конце и будет поместиться, и прочие такие интересные... Нет, графен – это не ангелов рекорсей. Отсуждали бы творение, это парижское, понимаешь, там, прибухо... Да, конечно, это было очень интересно. Что Нобелевские премии даются за шоки спектра исследований. А здесь, вы посмотрите, это же просто клиника какая-то. Нужно сказать, что это клиника просто. Да, это не клиника, это просто богословие. Это не клиника. Зачем эта клиника? Люди вполне нормальные люди. Просто они занимаются богословием. Есть некие догматы, да. Они в рапах этих догматов продвигают это богословие дальше. Ну, хоть может. Только они, конечно, очень математически подвинуты исключительно просто. Нет, ну, может, они готовятся к прорыву какому-то. Ну, так все считали. Политическую массу сейчас. Если вы заметите, то очень много евреев именно занимаются математикой. Потому что математика, ну, с точки зрения Кабала, это считается язык Бога. И поэтому как бы заниматься математикой, это фактически заниматься, так сказать, богословием. И то, что вот тут занимаются в основном математикой, да, и как бы такими теориями умозрительными, это просто как бы продвижение этой Кабалы до возможного, так сказать, дальнюю перспективу. Чем непонятнее, тем лучше. Это создает ореол, так сказать, этого гениальности. Ну, что, есть там еще кое-нибудь измечания? Нет, ты же сказал, что там у тебя есть что-то, ну, понял такое. Да, но тут самостоятельный доклад. Самостоятельный доклад. Просто вот это событие произошло два дня назад, поэтому я решил об этом срочно рассказать. Ну, вот и все. Ну, понимаешь, на самом деле, мы же не можем так вот судить. Вот, честно говоря, надо же эту теорию с этой струн знать. Может, они там действительно, несмотря на то, что эта теория может быть и качественно сомнительной, тем не менее, они, может быть, это сами лично-то, может, много что там сделали, разработали, действительно. Да, безусловно. Кто же в этом, никто этого не отрицает, конечно. Поэтому им-то дают за то, что они сделали внутри некоторой уже догматической системы. Конечно, конечно. Никто это не может так осуждать. Что они много сделали с из-за этого парня-то какого-то Магдасена. Ну, вот. Ну, вот такие дела. Ну, ну, здесь вроде все срослось. Ну, все, да? То есть все согласны, да, что на самом деле, что современная физика представляет своего рода там вид богословия? Нет, это, конечно, не так. То же, те же самые разработки физики твердого тела это, так сказать. Это тоже современная физика. Ну, нет, ну очень странно, конечно, что техника находится как бы совсем на другом полисе. То есть получается, что как бы фундаментальна наука вообще заниматься непонятно чем. А техника, она просто движется, независимо от того, чем занимается в науке. Да. Это важно понимать, что фундаментальная наука занимается непонятно чем, а физика, вот, как она появилась после Эдисона, А вот оно, по-другому, по-другому движется. И, возможно, как бы действительно прорыв в науке, если решатся именно вкусники. То есть возникнут некоторые новые мероприятия. Если у нас сегодня еще по-другому хватит времени, то я расскажу, как вот придумал один, я задачку решил, которую я раньше рассказывал, где-то месяц назад. Вроде бы, точнее, не решил, а удалось его по-другому, что там происходит. Да? То есть это, ну ладно. Ну что, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok